Друзья мои, всем привет! Меня зовут Егор, рад вас приветствовать на своем канале. Давненько я немножко не выпускал ничего, потому что на это есть свои причины, сейчас об этом расскажу. Значит, сегодня 4 августа у нас на дворе, мы тестируем вот такой вот новый формат, нашел на телефоне. Значит, такая двойная камера, и вы сможете посмотреть на вечернюю Варшаву и еще лицезреть меня, как бы одновременно, чтобы не было такого вот одного фейсинга, а еще было немножко городом. Еще раз, 4 августа, 3 дня назад у меня персонально была такая дата знаменательная, 7 лет, как я приехал в Польшу, как мы с моей женой приехали в Польшу впервые в 2015 году, 1 августа, мы пересекли границу, вот, и с тех пор идет наша вот история здесь такая эмигрантская, скажем так, восьмой год пошел уже, казалось бы, нифига себе. Сегодня поговорим об этом и еще о многом другом, и одно из самых главных, для чего я вообще сегодня записываю видео, хотелось бы узнать ваше мнение, поэтому приготовьтесь писать комментарии. Погнали! Кто знает, что сейчас важно происходит вот этой башне для многих украинцев? Пишите в комментарии, посмотрим, знаете ли вы или нет. Смотрите, по поводу эмиграции, что я хотел бы сказать, давайте легкий экскурс в историю, как это было, не все меня смотрят с самого начала, значит, мы приехали в Польшу первый раз через агентство, работать на заводе Индезит, в городе Лодз, собирать холодильники. Получается, нам нужно было приехать там в понедельник, а мы приехали специально так в пятницу, мы зарезервировали себе хостел, чтобы вот там на выходных погулять, посмотреть по Лодзе, что, как, куда мы вообще попали, куда мы приехали. Было это после таких очаровательных, в огромных кавычках, 15 часов на границе, именно столько мы проходили границу. Из-за этого мы там и в хостел попали позже, ну и вообще много всяких накладочек случилось. Конечно, так себе для старта у нас были впечатления. Вот. Сейчас, анализируя свои там угроды, проведенные в Польше, я что хочу до сих пор сказать. Я, мне нравится эта страна, я люблю Польшу, но я до сих пор считаю, что это не та страна, где я хотел бы жить. Вот. Поэтому, когда мне там, например, писали в комментариях там под видео про визу, получение визы в Украине, там есть такой момент, что я здесь в Польше буду находиться какое-то количество времени без паспорта, и, мол, у меня могут возникнуть в будущем проблемы с получением резиденства, что как бы я какое-то время здесь находился без паспорта, потому что паспорта мои будут в Украине, да, там, на момент получения визы, а я буду здесь без паспорта. И у меня не возникнет этих проблем, потому что, ну, у меня никогда не было в планах, и нет в планах подавать на резиденство в Польше. И кто меня смотрел давно, я об этом всегда говорил. То есть, это не такое, что у меня что-то случилось, что-то не получилось. Я говорю, нет, все, больше я теперь не буду, там, обиделся на что-то или как-то так. Абсолютно нет, никогда не было такого желания. И многие сейчас этого не поймут, скажут, а зачем ты там так сидеть? Ну, вот так вышло, понимаете, мы с женой, когда поехали в 15-м году, просто, вот именно что просто, ну, как бы, посмотреть. Вот, мы поехали посмотреть, смотрим, уже вот восьмой год пошел, как смотрим. Это чудесное время, это огромный опыт, который, ну, много чего дал мне лично, персонально, я себя понял. Это лично, для меня это непереоценимая просто штука. Для кого-то это, конечно, вообще ничего, мало ли, там, какой-то Егор там себя понял. А я понял, что я хочу от жизни, это очень важно. А с 25 лет, в которые я приехал в Польшу, я вообще не понимал, чего я от жизни хочу, а сейчас понял. И поэтому, как бы, моя вторая миграция, она, вот, будет осознанная полностью и, как бы, подготовленная. А в Польшу, вот, мы, как бы, приехали, так, собрались, буквально, там, за полтора месяца, за два, наверное, и приехали. И вот, тусуемся до сих пор, как бы, как бы, так хотел сказать. Польша прекрасная страна, но я себя в Польше не вижу. Вот, вот и все, как бы, я не буду рассказывать, что Польша какая-то плохая или еще что-то. Нет, Польша мне нравится, Польша классная страна, просто, что я себя не вижу здесь. И это не проблемы Польши, это, свобо, мое личное дело. Вот. Сейчас такие у меня флешбеки, потому что к нам приехала моя мама, и, как бы, она проходит сейчас этап, я не могу сказать, какой-то начальной миграции, но какой-то адаптации, адаптации в этом социуме. Естественно, это тоже неподготовленная какая-то миграция, моя мама абсолютно не хотела там приезжать и жить в Польше, просто так сложились обстоятельства жизненные. У нее была своя жизнь налаженная, которая ей нравилась, и которую у нее отобрали, как бы, не спрашивая ее, хочет она или нет, поэтому ей пришлось сюда приехать в Польшу. И сейчас мы вместе проходим этот путь. Я, грубо говоря, вернусь до того уровня, когда ты просто ищешь работу для... Ну, я когда-то для себя, да, там, искал, теперь, как бы, для мамы, когда человек без знания польского языка, плюс еще есть такой момент, как возраст. И, хотя в Польше тоже есть дискриминация, и тут можно поставить точку, как бы, да, в Польше тоже есть дискриминация по возрасту, но не такая, как вот в Украине, что, ну, типа, тебе, там, 40 лет, и в маленьком городе просто уже фактически без шансов найти себе какую-то работу. Здесь это присутствует в меньшей степени, и, как бы, даже, ну, говоря, в 60 у вас есть все шансы найти работу. Но, опять же, все сугубо индивидуально и зависит от каждого человека, от того, что... Просто от того, что вы можете. Это не обязательно знать польский язык, чтобы себе какое-то место в жизни нарешать. Я вам хочу сказать, что иногда это просто то, как вы умеете шевелиться, как вы адаптируетесь к жизни и так далее. Вот у меня сейчас, я все это прохожу, грубо говоря, еще раз, у меня такие вот флешбеки. Некоторые моменты, конечно, сейчас не в пример легче проходятся, во-первых, потому что у меня есть опыт прохождения этого всего. То есть я знаю, где там, куда идти, что, как получать. У меня есть польский язык. И следующее, что в связи с войной Польша просто упростила максимально, ну, многие процедуры. Моя мама в Польше там три недели, и она там уже получила Песель, она получила профиль за Уфаны. Сейчас мы проезжаем, будем проезжать в туннеле под старым городом и выезжать на Вислу, на берег Вислы, пересекать ее. Она получила профиль за Уфаны. Вот у меня, например, на получение Песеля ушло, наверное, около двух лет. То есть, ну, не то, что я прям два года там об этом, к этому, этого добивался. Просто как-то года через два, полтора, наверное, два у меня появился Песель. Профиль за Уфаны у меня появился, да вот уже в Варшаве я был, то есть буквально там, может, года два назад. Моя мама три недели в Польше, и у нее это все есть. И, конечно, обстоятельства далеко не самые лучшие, мягко говоря, для этого всего дела. Но, тем не менее, как бы это, Песель, кто не знает, это такой налоговый номер, где просто вся летопись в вашей жизни, она фиксируется на номер Песель, он выдается раз в жизни. Вот. А профиль за Уфаны, это такая штука, что-то, если так коротко сказать, что-то вроде электронной подписи, благодаря которой вы сможете сделать много дел онлайн на всяких различных польских государственных сайтах, решать какие-то свои проблемы или какие-то свои дела. Вот. То есть это все происходит как-то так. И сейчас мы на этапе поиска работы, и тут я к чему вообще хотел это все сказать, что есть такая возможность у меня показать разные работы. То есть буквально я придумал себе в голове такое видео, где я неделю буду ходить на разные абсолютно работы, и покажу в конце недели, сколько я на этом заработал, и вообще, как бы, на сколько можно с этого жить. Развею некоторые мифы, потому что я смотрю в каких-то пусяжных группах, например, есть такая тема, что там за 230 злотых нечего и ездить там на бусе по Европе, потому что эти деньги можно легко больше заработать на заводе, зачем ехать на бусе. Так вот, во-первых, ребят, я далеко не фанат работать за еду, но и некоторые моменты тут уже не надо искажать, как бы, реальность. Реальность 230 на заводе заработать непросто. Я бы даже сказал, что маловероятно, потому что, ну, вот сейчас, окунувшись в эту всю тему, таких зарплат я не видел. То есть даже за 12 часов 230 злотых, ну, это нужно иметь какую-то квалификацию, да, то есть хотя бы быть каким-то там вузковым, работать на вилочном погрузчике. Но, чтобы работать на вилочном погрузчике, во-первых, нужно уметь это делать, во-вторых, нужен язык все-таки, как ни крути, потому что вы в основном там будете работать уже с какими-то документами, то есть вам что будут давать, чтобы вы элементарно понимали, с какой полки на какой стеллаж там переставлять и так далее, что куда там загружать, выгружать. И нельзя просто так работать больше на вилочном погрузчике, и вам нужно пройти обучение, вам нужно получить корочку. Это стоит, по-моему, 350 злотых. То есть уже получить какую-то квалификацию. Права же есть у многих, ну, там, по умолчанию. Кто-то еще со школы имеет, грубо говоря, не закончив школу, уже имеет права категории Б. И на бус, в принципе, можно вообще устроиться без знания языка. Поэтому не то, чтобы я кого-то говорил работать из-за тарелки супа, нет, я еще в 2017-м работал на бусе без опыта за 180, и вижу, что в 2022-м люди еще 180 предлагают. И это, конечно, это, как говорят, в Польше либо, и, как говорят у нас, это срака. Потому что, ну, инфляция с 2017-го просто катастрофическая, так если взять то же самое тумблево, в два раза уже подорожало по сравнению с тем. А деньги те же самые платят на работе. Ну, и я же говорю, просто искажать реальность, рассказывать о том, что легко заработать на заводе эти деньги, ну, я считаю, некорректно. И поэтому, какая у меня есть к вам просьба, если вам эта тема интересна, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я сниму такое видео, просто проведу такой недельный социальный эксперимент, посмотрю, сколько вообще можно заработать денег, какая-то будет работа, что там надо делать и так далее, проведу такое, скажем, журналистское расследование, назовем это так, такие социальные эксперименты. Поэтому, еще раз повторю, обязательно в комментариях об этом напишите, кому интересно. Также задавайте свои вопросы на, ну, какие темы, может, нужно конкретно осветить, чтобы прям можно было посвятить этому целое видео, а не просто ответить, ну, там, как-то коротко, там, что-то уточнить. А какие новости касательно дальнобоя? Я уже в шестой раз не выиграл дату на подачу, если скажу, что система максимально дебильная, просто по-другому вообще невозможно это назвать. Почему так? Потому что мне написал человек, который, ну, подал заявку во вторник, а розыгрыш по средам не выиграл в среду. А также я знаю людей, которые ждут там с конца апреля. И, согласитесь, это просто хотя бы минимум несправедливо по отношению к человеку, который ждет с конца апреля. А апрель был уже, я напомню, 4 месяца назад. По сравнению с тем, как какой-то человек просто, ну, там, подал и выиграл сразу. Конечно, в итоге я считаю, что это не казино. Надо было создать элементарно какую-то очередь и просто этой очереди, ну, руководствоваться этой очередью электронной. Электронной люди подают, подходят, это все дело. И как-то так. Такие новости, друзья, такое видео. Пишите все, что вас интересует, так как я сейчас на волне вот этого всего адаптации нового человека в польском социуме. Если вам эта вся тема интересна, возможно, у кого-то родные, близкие сейчас тоже это проходят, пишите, задавайте вопросы, будем делать на эту тему видео. Сейчас все более-менее устаканилось и будет на эти все дела время. Не забываем ставить пальцы вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм, добавляйтесь в фейсбуке, пишите свои вопросы. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok